МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никогда не перестану поражаться удивительному многообразию впечатляющих насыщенных вкусов азербайджанской кухни. Моё почтение, друзья. И наверняка вы уже догадались, что сейчас нас ждёт небольшая кулинарная экскурсия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомство с Азербайджаном через призму национальной гастрономии является одним из привлекательных и занимательных туристических направлений. Гастротуризм позволяет не только отведать многочисленные разнообразные лакомые яства, но и узнать о богатой, уходящей корнями вглубь веков истории страны. В этом мы убедимся на примере данного выпуска. А ещё сегодня постараемся раскрыть секреты приготовления некоторых традиционных блюд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Бугар. Очень приятно. Что мы с вами сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить южную кюфту, табристскую кюфту, наше национальное блюдо, и южную табристскую кю-чю. В числе одних из важнейших в прошлом городов Азербайджана, известных далеко за пределами страны, является город Тебрис, через который проходил маршрут Великого Шёлкового Пути. Так вот, блюда с рецептами приготовления, которых нас сегодня и ждёт знакомство, табристская кюфта и табристская кю-кю-слобио, зародились именно в этом городе Южного Азербайджана, что понятно по их названию. Тебрис с древних времён был пристанищем-мочегом, местом обитания человека. Этот город на протяжении многих веков вкушал горечь и сладость жизни, боролся с капризами природы, стихийными бедствиями и был свидетелем различных политических конфликтов. Тебрис в разные времена был столицей таких образований, как государства Аравадидов, Ильденизов, Гарагуну, Аггуйну и Сифивидов. После подписания Туркменчайского мирного договора в 1828 году город Тебрис вследствие разделения Азербайджана остался на иранской стороне. Рецепты кулинарных шедевров традиционной азербайджанской кухни, берущих своё начало в глубокой древности, сегодня продолжают жить не только на страницах кулинарных книг, но и бережно передаются из поколения в поколение. В Тебрисе исторически сформировалась достаточно богатая гастрономическая культура, которая имеет свои отличительные особенности. Ведь, как известно, кухня всегда связана с природно-географическими условиями местности, с флорой и фауной, с политико-экономическим развитием региона, родом занятий населения и другими мотивирующими факторами. Существует немалый список азербайджанских национальных блюд, в наименованиях которых используется название города Тебрис. И, несмотря на то, что исторические карты по определенным причинам не раз перекраивались временем, рассматриваемые в данном выпуске и многие другие блюда азербайджанской кухни по сей день дарят эстетическое и вкусовое наслаждение всем отведавшим их. Итак, начнем мы с приготовления Тебрисской кюфты. В исторических документах мы можем наблюдать свидетельства того, что Тебрисскую кюфту могли готовить по-разному. То есть, это блюдо имеет несколько рецептурных вариаций. Сегодня мы будем использовать следующие ингредиенты. Полкилограмма говяжьего фарша, лук 200 грамм, 300 грамм круглого риса, немного нута, томатная паста грамм 100, зелень, шпинат, петрушка, укроп, кинза, зеленый лук, яйца, шафран, подсолнечное масло, а также нам понадобится грамм 50 сушеного абрикоса и барбарис. Это блюдо изобрели в Тебридзе, в Азербайджане. В любом ресторане, можно сказать, так. Можно туристам приходить, заказать это блюдо и попробовать на вкус, и увидеть, какое оно вкусное, какое оно красивое все-таки. Что ж, давайте поскорее приступим к приготовлению и сами удостоверимся в том, что оно не только выглядит аппетитно, но и действительно лакомое на вкус. С чего мы начинаем готовить это блюдо? Давайте нарезать сперва лук. Давайте. Вот вам одна пара, одну, нет? Угар Меалим рассказывает, что для тебридзской кюфты лук необходимо нарезать на мелкие кубики. Признаюсь, несмотря на то, что готовить я люблю и нередко занимаюсь этим как на съемках передачи, так и дома, мне все же еще далеко до профессионала. Но думаю, что если кто-то из вас, друзья, такой же, скажем так, не специалист, как ваш покорный слуга, то не стоит опускать руки. Ведь это не какой-нибудь кулинарный баттл, а порадовать домочадцев всегда приятно. Все, лук у нас готов. У вас готов, у меня пока. Отлично, обязательно. Пойдет так? Да, естественно, конечно. Это будет ваша кюфта. Отлично. Окей. Так что, друзья, и вы не судите меня строго. Забегу немного вперед и скажу, что моя неуклюжая нарезка никак не повлияла на вкус блюда. Ну, продолжим приготовление. Следующим этапом является нарезка зелени. Кстати, совсем не обязательно использовать тот же набор растительностей, который был у нас. Какой вы хотите, можете добавить. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Любая абсолютно зелень может прийти в это блюдо. Единственные два нюанса, касающиеся зелени. Ее необходимо нарезать мелко, и мясо все же, как вы, наверное, и сами понимаете, должно быть намного больше зелени. Так, зелень у нас готова. И какой следующий этап? Следующий этап – будем варить рис и горох. Все, отлично. Ну, тогда на кухню. На кухню. Перед тем, как отварить рис, его необходимо предварительно замочить часа на два и тщательно, несколько раз промыть. Но худ, к слову, перед приготовлением также должен быть замочен. В процессе варки рис нужно периодически, а точнее каждые две минуты помешивать, чтобы он не слипся. Готовить его в течение восьми минут. А затем рис необходимо откинуть. И пока он варится, скажу, что очевидно, в списке многочисленных составляющих материальной культуры весомая доля приходится на такой аспект, как национальная кухня. Она гармонично объединяет в себе такие понятия, как история, философия, психология, обычаи и многое другое, созданное азербайджанским народом на его обширной территории исторического проживания. Одними из отличительных черт азербайджанской кухни в целом являются следующие особенности. Отличается тем, что мы употребляем масло в норме, в количестве, в котором нужно. Мясо употребляем в той норме, в которой нужно. А в азербайджанской кухне, в которой мы привыкли уже ужинать, обедать, да, в этой кухне мы мясо употребляем очень много. Так, отварили рис, но худ, яйца, их, кстати, надо готовить около трех минут, то есть яйца в мешочек. И приступаем к приготовлению соуса. В казане разогреваем подсолнечное масло и обжариваем на нем лук до золотистого цвета. Добавляем туда томатную пасту. Заливаем водой и бросаем в соус щепотку шафрана. Теперь приступаем к приготовлению фарша. В него высыпаем приготовленный рис, зелень и нохут. Хорошенько перемешиваем. Садим, перчим по вкусу и добавляем яичный желток. Продолжаем вымешивать. А то, что нохут ломается в процессе перемешивания, это ничего? Нет, это нормально, так и должно быть. Да? А то я чувствую, что он под моим натиском. Нет, это соответствует нормам, да. Ну, отлично. Пора приступать к формированию кюфты. После того, как сделал овал, давим на него. Равномерно по краюшкам, по серединке. Во весь рост руки. У меня рука маленькая, у меня получилось маленькая. У меня тоже маленькая. Теперь на серединку нашей заготовки выкладываем яйцо, сушеный абрикос и немного барбариса. Закрываем. То, что мы делали раньше, продолжаем. А теперь барабанная дробь. Моя очередь формировать кюфту. Кладем в серединку. Яйцо. Кладем в серединку. Рядом сухой абрикос. Сухой абрикос. Так, да? Можно так. И барбарис. Все правильно? Да, да, все правильно. Заворачиваем теперь. Теперь надо аккуратно. Да, аккуратно заворачиваем. Как-то так. Получилось. Да? Да. Здорово. Теперь можно крутить. Что ж, для первого раза у меня, как мне сказал в угарной олимп, получилась неплохая форма. Ну, конечно, не без помощи профессионала. Ну, все, наши кюфти готовы. Отлично. Так, и что? Это ваша. Да, сами сделали. Все. Так, и что мы с ними теперь делаем? Теперь идем на кухню. Идем на кухню? Да. Отлично. Идем на кухню для того, чтобы в приготовленный ранее соус, обязательно в кипящий, отправить нашу кюфту. Во избежание разваливания формы, ее надо покрутить в казане и полить немного сверху кипящим соусом. Так, очень аккуратно. Немножко нервничаю. Первый раз. Не переживайте, все отлично. Аккуратно кладем, да? Аккуратно кладем, да? Да. Теперь закрываем крышкой и ждем 15 минут. Выкладываем блюдо на тарелку, поливаем соусом и посыпаем барбарисом. Ну что, друзья, сегодня я не только готовил первый раз, это невероятно потрясающее блюдо, но и сейчас буду пробовать первый раз, так что надо загадать желание. Надеюсь, оно сбудется. Ну что? Приятного аппетита. Спасибо. Пробуем. Ммм, это невероятно. Невероятно вкусно, очень потрясающе получилось. Итак, насладились табрисской кюфтой и пора приступать к приготовлению второго блюда. Среди блюд, в основе которых лежит зелень, особое место занимает кюкю. Рецептов существует большое множество. К примеру, в древности готовили кюкю с рыбой, с мясом, с фаршем. В дальнейшем появились рецепты кюкю с картошкой, с луком, с лобио и так далее. Это табрисская кюкю. Различие в том, что добавляем лук и лобио добавляем туда. Для этого блюда нам понадобится 200 грамм лобио, лук, яйца, барбарис и много разной зелени. Для начала поставим вариться лобио. А пока оно будет готовиться, займемся нарезкой, а потом и сборкой воедино ингредиентов. Мелко режем лук и зелень. Да, давайте все-таки вы. Спасибо. Спасибо. Затем в отдельную посуду разбиваем яйца. Выкладываем туда же нарезанную зелень. Солим, перчим, все хорошенько перемешиваем и вновь двигаемся к печке. Там на сковороде разогреваем подсолнечное масло и слегка на нем обжариваем лук. Далее в сковороду кладем лобио. Его предварительно надо немного размять. Спустя некоторое время отправляем в сковороду с луком и лобио смесь зелени с яйцами. Равномерно распределяем подмот сковороды и ждем, когда яйца схватятся. По готовности сверху посыпаем блюдо барбарисом и наслаждаемся. Кстати, это блюдо я пробую тоже первый раз. Нет, кю-кю я, конечно, очень люблю и часто кушаю, но именно такое кю-кю в таком приготовлении я, конечно, никогда не... Надеюсь, не последний раз. Конечно, я уверен в этом. Ну что, тоже надо загадать желание? Ну, загадывайте. Да, надеюсь, оно сбудется. Вкус потрясающий. Приятного аппетита. Спасибо. Я уверен, желание сбудется после такого вкуса. Оно точно сбудется. Спасибо вам большое. Что ж, друзья, на сегодня пришло время заканчивать и в заключение отмечу, что да, азербайджанская кухня является свидетельством и воплощением многовековых традиций, а они неотъемлемая часть древней и богатой истории, о которой порой, вернее даже зачастую, им могут поведать разнообразные блюда национальной кулинарии в увлекательном процессе их дегустации. А пока всего доброго, друзья, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok